Сам термин алхимия достаточно издалека формально пришёл. Из Египта, можно сказать, от араба. Алкемия. Кемия или кем – это одно из древних названий Египта. Переводят по-разному. Иногда говорят, что это перевод «чёрная земля». Есть более тонкие переводы, связанные с тем, что слово «кем» и «кемия», оно вообще пришло с севера Руси. Скажете, как это так? Да так, потому что в Египет в своё время очень много мигрировало именно русичей. Причём большая часть – это всё-таки военные люди. Они были в войсках этих царей, которые там были, и в Мидии, и в Египте. Поэтому в русском языке полно, например, арабских слов, которые у нас стали такими. Типа вот «собака путешествия». Я не буду сейчас уточнять подробности. То есть некоторые слова, которые представляют некие такие обороты, смысл которых понятен, а в то же время они происходят от нескольких арабских слов, которые, смысл которых как бы уже утерян, но тем не менее они есть. И доказывают это, что действительно русичи в Египте были. Кель, например, есть и в Карелии, и связаны эти все места, допустим, с таким понятием, как «священные рощи». Это любимое Павла Анатольевича действие, которое он старается регулярно туда устраивать экспедиции и заниматься этим. То есть «кем» – это некое всё-таки священное слово. Но тем не менее алхемия или алхимия, она считается, произошла из Египта. Но с другой стороны алхимия понимается по-разному. Вот, то есть есть два варианта алхимии. Алхимия духовная и алхимия техническая. Алхимия духовная, она связана с внутренними преобразованиями у человека. Ну, по сути дела, с его просветлением. И некоторые, вместо того, чтобы заниматься такой внутренней работой, в конце концов, и осознать, и почувствовать себя той же системой единой природы и оказаться в моменте под названием просветления, искали всё какой-то эликсир, какой-то философский камень, и вот чтобы алхимию внутреннюю этим моментом свою изменить. А вторая, это техническая алхимия, но она же могла быть и магической. То есть множество известно имён алхимиков. Один из самых последних, Сен-Жермен, про него многие слышали. Он активно занимался воздействием на разных государей разных стран, он в том числе и в России бывал. И у него, по многим сведениям, было немерено просто золото. Откуда он его брал? Значит, есть предположение у многих исследователей, что он его всё-таки получал. А методы получения уже, какие можно было использовать, из каких элементов, из неблагородных, как говорят, металлов получать, благородные, это уже технология, которая, ну, по сути дела, скрыта и закрыта от современных людей, современной цивилизации, современного общества. Учёные, конечно, другие пути искали и получили. Получение, например, того же золота из ртути. Это очень дорогая технология, очень сложная, которая, в конце концов, позволяла путём бомбардировки мишеней протонами, литиевые, например, мишень, получать из этой литиевой мишени уже нейтроны, и добавление нейтрона в ртуть приводило к образованию устойчивого изотопа золота. Это было получено, ну, первые моменты неустойчивого изотопа золота, который, в конце концов, обратно превращался в ртуть. Неустойчивые изотопы – это те же элементы, у которых избыток, допустим, нейтронов, они, в конце концов, имеют некий полупериод распада и, в конце концов, превращаются потом в исходный элемент. Это было ещё перед войной получено в 40-м году, а после войны, уже где-то в районе 50-го года, было получено устойчивый изотоп золота всего несколько миллиграмм. И, конечно, если пересчитать на стоимость, то оно там, наверное, в тысячи раз было дороже, чем обычное золото, которое можно добыть естественным путём из самородков или золотоносного песка и так далее. Вот такая вот предыстория понятия алхимии. И мы, конечно, сегодня... Я всё-таки техническую алхимию буду рассказывать, которая существует. И, тем не менее, несмотря на то, что вот эти опыты по получению золота через того же, например, золота через другие элементы, которые проводились на научном мире, западном, это во Франции было получено, кстати, У нас в России, вернее, в СССР даже ещё в то время, но и сейчас в России существует некое мощное научное лобби, я уже про это не раз говорил и в других выступлениях, которое всяческими способами, начиная от всяких несоответствующих истине публикаций и кончая просто буквально воздействием на экспериментаторов, таких энтузиастов, препятствует развитию науки и в СССР она препятствует, и в России препятствует. Но я об это вдаваться подробно не буду, каждый, вообще-то, должен уже знать, чего у нас существует в стране, в частности, и сейчас это существует в форме, например, комиссии по лженауке. Я рассказывал в прошлый раз, что её сейчас возглавляет академик Евгений Борисович Александр, Александр. Евгений Борисович Александров, который, вот любые вещи, связанные с понятием преобразования элементов или трансмутации элементов, ну, всё это он называет лженаукой, потому что это, по его мнению, так же, как и прежняя профессора говорила, этого не может быть, потому что этого не может быть. Хотя элемент, вся природа, природа, которая создана Творцом, она вся имеет эти реакции преобразования одних элементов в другие. Ведь, в конце концов, вы все прекрасно знаете, что исходный элемент, ну, если уже совсем следовать первой таблице Менделеева, которая не была испохаблена, первый элемент это эфир, из которого образуется водород, а уже из водорода все остальные элементы. Эти реакции идут в Земле, в нашей планете, и в других таких же планетах, которые есть в космосе. И многие из исследователей это заметили в свое время и пытались это публиковать, доказывать, но в советский период это практически кончалось очень плачево. Я про некоторых из них более подробно скажу, например, про Болотова, Бориса Васильевича. Все его сейчас знают как специалиста по целительству. У него есть книжки «Как поправить свое здоровье», «Как правильно питаться», «Как правильно лечиться» и так далее. Но он как раз в советское время был одним из положников изучения вот этих трансмутационных реакций, перехода одних элементов в другие, которые по своей сути и есть техническая алхимия. Вот, наверное, с этой историей я попробую начать рассказывать. Вот здесь у кого дальнозоркость, может быть, что-то увидят, а у кого-то за рукость вряд ли. История вопроса. Один из советских исследователей, Корольков, еще в 1946 году предположил, откуда, например, берется «Откуда берется в соляных рудниках прослойки калия и образование калийных месторождений». Вот он, изучая это, заметил, что вот этот галит, натрий хлор, может за счет реакции, специфической внутренней реакции с кислородом превращаться в калий-хлор. Ну, вот. Как это можно доказать? Ну, доказать, то есть считать число. То есть я вот буду что-то говорить здесь на уровне знаний, понятий, которые, по крайней мере, те, кто заканчивал среднюю школу и хоть как-то любил химию, он тогда меня поймет. Если же он химию не любил, то тут рассказывают, наверное, бесполезно. Вот каждый элемент, он имеет определенный порядковый номер в таблице Менделеева. И этот номер обычно, этот номер соответствует числу протонов в ядре этого элемента. А общее число нуклонов, то есть плюс еще нейтроны, оно дробью показано. Вот 11 плюс 11, а здесь 23. Значит, вот остальное в натрии нейтроны. Нет, простите, это общее количество, соответствующее атомному весу, я договорился. Значит, и 23 минус 11 это, значит, 12 нейтронов и 11 протонов. А вот при взаимодействии с килородом, это 8, соответственно, 16 плюс 8 и 16, то есть пополам здесь протоны нейтроны, образуется как раз калий. Ну и, соответственно, с хлором он взаимодействует, образуется калевое слово, калевая соль. Это 19 плюс 39, то есть полное соответствие. Этот процесс идёт в природе. Он его показал, что он есть, по-другому он не может взяться. Но вопрос о том вообще, откуда берётся вот возможность начала образования этих элементов на планете. Вот не так давно всё-таки академия наша, ну, там, видимо, самые передовые были академики, она признала теорию доктора-геолога неологических наук Владимира Ларина, что на самом деле наша земля, наша земля имеет внутри не чисто металлическое ядро, а ядро вместе, в котором растворён водород. То есть гигантское количество водорода в металлическом ядре. И вот этот водород, выделяясь, он и в конце концов организует множество разных реакций, из которых образуются разные элементы. самый простой ближайший элемент гелий, затем там литий и так далее, и так далее. подробности наверное не буду рассказывать, потому что это уж слишком будет нагрузочным, поскольку здесь как бы не совсем научная аудитория, ну и кроме того, то, что я буду рассказывать, оно представляет на самом деле схему, всё на самом деле может быть сложнее, потому что у каждого элемента, у каждого, какой бы ни был, в природе существуют изотопы, изотопы устойчивые, изотопы неустойчивые, в результате идут множество сложных реакций и других, я буду говорить об идее этих реакций для того, чтобы было понятно, чего же такое происходит. Ну и вот это, так сказать, Корольков. Если вспомнить Борис Васильевича Болотова, то он ещё в 1963 году делал опыты, показывающие переход одних элементов в другие. Например, молитден в неуде с выделением третье, молитден технец с выделением энергии, бор с азотом образует углерод. Ну, ещё там ряд интересных, вот, втористый литий, магний из него можно получить, из окиси лития кремний может получиться. Вот откуда в земле гигантское количество кремния. Литосфера вся на 60-70% из окиси кремния. Гринезён песок наш любимый, который на пляже. Это всё за счёт преобразования. А литий сам синтезируется, есть тоже вот реакция, например, ну, наверное, тут у меня, может быть, не написано, но литий сам тоже также может из-за затопа водорода. Водород не чисто основной атом водорода. Есть диетерий, у котором тоже плюс один заряд, но два нейтрона, есть третий, тоже плюс один, но три нейтрона. То есть образующийся водород в земле, он тоже имеет изотоп. Также эти изотопы соединяются с кислородом, который тоже синтезируется. Образуют, соответственно, разные виды обычной воды и тяжёлой воды. Тяжёлая вода используется, допустим, в атомной энергетике для всяких поглощающих моментов и так далее. То есть я хочу сказать несколько слов про Болтов, почему он этим, так сказать, заинтересовался и начал это исследовать. Это человек очень широких взглядов. Он в советское время предложил некую систему, которая противоречила существующей структуре и понятию управления государством, которое сложилось в КПСС. Как только это стало известно, ему его, так сказать, арестовали в конце концов и судили под видом того, что он выступал против советского строя и советского государства. Десять лет ему дали колонию, но он, конечно, не бросил эти исследования. он сумел там за счет того, что он сам целитель был и остается таковым, причем очень эффективным целителем. Там в зоне он ну как-то началось как бы со случайности, а потом это широко стало известно, ну есть же у любого начальства семьи больные там жены, дети и так далее. Он показал, что он может эффективно восстанавливать здоровье. Ну и ему начальство стало как бы идти на встречу. В результате удалось там взять станок точной сварки, так я наверное скажу, представляет собой два электрода, через которые гигантские токи можно пускать, там большие килоамперы. И вот за счет давления этих токов и температуры возникающей при прохождении этого большого тока, он и наладил исследование вот этих трансмутационных реакций. Причем интересно то, что все они были подтверждены. За счет своих вот таких связей он сумел в несколько институтов через друзей передать результаты, ну сами пробы и там делали анализы не зная там чего, кого и для кого. Эти анализы подтвердили, что есть те элементы, которых до этого в исходных пробах не было. То есть идет трансмутация перед преобразованием одних элементов в другие. Ну и вот уже после того, как он вышел, он эти исследования продолжил и продолжает, живет он в Киеве, у него по сути дела вся семья занимается этими вопросами, ну и не только этими, целительствами и построением разных энергетических преподобателей, о которых пойдет речь позднее. Вот, так сказать, коротко о Борисе Васильевиче Болтаре. Власа, член-корреспондент Академии наук в 62-м году, москвич, написал прям целую теорию, периодический закон изоморфизм и изоморфизм элементов, то есть удвоение и раздвоение атомных весов отдельных элементов, ну, из серии, допустим, преобразования двух атомов кислорода или молекул кислорода в атом серы. Скажите, как это? Не может быть. А оказывается, это подтверждается совсем с другой стороны, со стороны изучения проблемы так называемых аномальных объектов в скобках НЛО, при наблюдении которых неоднократно наблюдалось, ну, ощущалось, лучше сказать, запах серы и сероводорода при близком наблюдении объекта или при близком его пролете или при близкой посадке. Это вот отдельный вопрос я сейчас скажу. я просто хочу сказать, что вот Власов это предложил, но академическая наука ничего, так сказать, категорически его просто игнорировала, хотя параллельно были и другие товарищи, Владимир Борисович Нейман аналогично совершенно предлагал и даже доклад делал на отдельной конференции, я вот лично с Нейманом был знаком. Но такая же реакция, этого не может быть, потому что не может быть. Дальше Владимир Акимович Ацуковский, доктор техницких наук, аналогичные совершенно идеи выдвинул, что и Нейман по поводу формирования атомов отдельных элементов из других атомов при каких-то определенных условиях. Ну, с ним тоже очень близко знакомство было, изложил все, у него книга изложена, сначала она была просто депонированной руб, а потом в 90-м году ему удалось в энергатом издать, ее издать, называется Общая эфиродинамика, вот там детально эти вопросы рассматриваются, но это не значит, что если он ее издал, не прекратилась рубин со стороны академической науки, на него как она была, так она и есть. До Кусова тоже взаимное превращение кремния и алюминия, вот она так сказать, сказала, что оказывается кремний может в алюминий переходить и наоборот, и действительно при изучении мест посадок НЛО, такой известный тоже в прошлом геолог, кандидат геологно-мирологических наук Николай Николаевич Иванов, с которым тоже очень много приходилось в свое время взаимодействовать по части НЛО, он прямо сделал, так сказать, очень кропотливый анализ в геологических структурах и показал, что кремний соответственно плюс 14 на 28 переходит в алюминий плюс 13 на 27 с выделением атома водорода. То есть, это реально на местах посадок. То есть, значит, какая-то сила, предположим, что это эфир использует НЛО, действует на окружающие атомы кремния, песок, и там, где-то НЛО садилось, берут анализы, оказывается, что там присутствует дополнительный алюминий, которого нет на фоновых, так сказать, пробах. Реакции трансмутационные оказывается, не только идут в природе, но они идут и внутри каждого живого организма. на одной из конференций по аномальным явлениям в Томске выступали Виноградова и Николаев из Центра подготовки космонавтов. Они исследовали космонавтов на предмет их здоровья и процессов, которые в организме могут идти во время их перегрузок, во время их испытаний на центрифуге, в частности. И вот выяснилось, поразительные совершенно вещи, что при таких мощнейших стрессах в организме начинаются процессы, когда излучение из организма, например, рентгена и гамма-излучение в 500-600 раз превышает обычный фон. Это проблемы стресса такие вот. Внутри идут процессы. Аналогично они мерили, у них разные хитрые датчики были. Мерили, например, электроны. С энергии оказывается больше 50 тела электроновольт. Из тела просто вылетают электроны. Вылетали точно так же не только электроны, но и протоны с энергией больше одного мегаэлектроновольта. Датчики это зафиксировали при стрессовых вот этих ситуациях. отсюда практически очень важный вывод. Не надо быть в режиме стресса. Потому что такое вот излучение понятно, что оно никак на здоровье положительном не будет сказываться. Оно наоборот будет приводить к возможным рассинхронизациям в организме, возникновения каких-то заболеваний, потому что это же проникающее излучение. Нейтроны или так сказать протоны они будут взаимодействовать с другими атомами живого вещества и приводить к любым ситуациям пруть до онкологии. Вот такая интересная вещь. Ну что еще в советские времена проходило? Вот был такой Филимоненко Николай Снепанович один из разработчиков установки в НПУ Красная Звезда установки для получения водорода и кислорода для носителя космического типа энергии, который запускал мощный наш российский советский шаттл. Вот когда он такую установку сделал конечно установка чем заключалась? При большом давлении и при высокой температуре там специально подогрев был он вдруг заметил что начинается проникающее излучение затем он еще заметил что с некоторого момента не нужно уже не нужно подогрев там все энергия какая-то выделяется и эти процессы идут выделение гидролиз воды выделения отдельного водорода отдельно кислорода и кроме этого анализ который он сделал показал что там целый набор изотопов отдельных элементов у кислорода кроме основного изотопа 18 выделялись гелий изотоп выделялся гелий 3 третий выделялся водородный изотоп ну и естественно вот поддерживалась эта реакция не нужно было нагревать но как он только об этом проговорился немедленно под видом того что это вредно для окружающего персонала установку приказали ему закрыть хотя кислород водород как носители как топливо экологически чистая ракета вот эта большая энергия она была ну как бы лишена возможности добывать таким способом отдельно водородки и в ближайшие же времена установку приказали разобрать ну не кажется ли это вот так сказать каким-то не случайным действием со стороны соответствующих академических строств но вторую часть мне хотелось бы поведать это наблюдаемые факты которые в реальности существуют вот я уже сказал по поводу наблюдения НЛО кислород может разъединяться на атомы диссоциация может происходить за счет действия полей объекта типа НЛО а что эти поля там есть ну множество факторов говорят что там эти поля они могут быть и электромагнитные они могут быть и электрические они могут быть и эфирные важно то что эти поля возбуждают окружающую среду многие наверное знают и по крайней мере интересовались что когда НЛО движение то всегда вокруг него светящийся воздух что такое светящийся воздух это плазма то есть образование из молекул кислорода и азота в первую очередь которые в атмосфере у нас есть отдельных атомов которые на разные там уровни переходят за счет воздействия а потом излучают соответственно потоны мы видим свечение разных цветов даже кроме того там в силу ионизации азота и кислорода могут образовываться разные окислы азота и эти окислы один из окислов азота имеет оранжевый цвет и многие кто наблюдал НЛО в дневное время они видели что за ним хватит ну тащиться такой не очень яркий но тем не менее заметный оранжево рыжий такой след то есть это реальность так вот реальность вторая еще в том что образовывалась сера а сера с кислородом образует серный газ СО2 который имеет ну знаете какой запах и те кто близко наблюдали НЛО они всегда говорили что пахло вот ну тухлым говорится яйцом может быть не совсем так тухлое яйцо это сероводород потому что в воздухе существует пары воды вода лагается на водород и кислород при воздействии этих полей НЛО и дальше этот водород соединяется с серой которая образовалась вот за счет объединения атомов кислорода H2S образуется вот этот запах ну перепутать с тухлятами никак нельзя то есть тоже очевидцы сообщают значит это реальность это факт фактически говорящий о том что вот эти элементы в воздухе образуются затем наблюдалось что еще интересно образование так называемых волос ангела неоднократно такие случаи говорили что это такое то есть выпадает какой-то такой порошкообразный ну в виде порошка в виде отдельных таких паутины которая представляет как потом выяснилось как брали это один из изотопов кремния образовывался когда успевали проанализировать и доказывали что это кремний как он образуется азот ну плюс 7 и 16 два атома азота преобразуется кремний 14 плюс и 28 общее число и соответственно ну то есть 14 тысяч нейтронов кремний с кислородом образует силициума 2 вот эти факты так сказать они известны какие реакции синтеза возможно в разных вариантах о которых говорит вот тот же Болтов и некоторые другие исследователи какие исследователи я могу сказать может быть кто-то заинтересуется почитает у нас несколько есть групп которые занимаются вот этими важными вопросами и одна из групп находится в на Урале там так сказать есть ну вот например два автора Балакилев и Крымский Крымский профессор взаимопровращение химических элементов это книга у них выпущена в 2003 году это Багнитогорская горно-металлургическая академия создана вы скажете а что это за такие академии а вот кроме нашей основной РАН Российской Академии наук существует ряд академий которые РАН не считает вообще никакими академии но действительно это общественные по сути дела организации которые объединили людей по интересам вот даже РАН Российская Академия Естественных Наук которая была в 90-х годах создана в противовес основной академии не зря вот вы заметили там идут всякие пертурбации по части академической наук потому что там слишком низкий КПД по сравнению с теми деньгами которые туда вкладываются а вот эти самодеятельные можно даже так сказать академии они на самоокупаемость то есть они договариваются по новым разным технологиям проводят такие работы ну и в результате за счет хоздоговоров с какими-то предприятиями где они внедряют свои новые идеи удается как-то дополнительно существовать они многие из этих академиков или просто докторов наук которые работают в академии естественных наук они точно так же и участвуют ну в вузах например работают преподавателями профессорами доцентами или работают в каких-то других научно-исследовательских институтах то есть это как правило люди тратят лишнее время так оно и сейчас обстоит к сожалению и вот в том числе вот такая общественная магнитогорская академия аналогично исследователи есть еще и в Екатеринбурге там тоже есть группа которая эти вопросы занимает ну вот они как раз показывают что кислород плюс кислород образуется серо с выделением нейтрона и 1,45 мегаэлектроновольт на вот на так сказать на громатом то есть это гигантская энергия аналогично другая реакция они проверяли существует тоже кислород плюс кислород серо с выделением гамма излучения и 16,5 мегаэлектроновольт энергии то есть это реальные вещи которые они проверяли они существуют и в то же время комиссия по лжернауке никакие эти результаты просто игнорируют или в худшем случае у них есть соответствующий свой журнал комиссии по лжернауке в котором она беспощадно совершенно клейбит этих следователей называет ну я вот читал некоторые статьи от волоса дыбом и лжецами и обманщиками в общем любые ярлыки вешают то есть идет просто ну зверская борьба между истиной и ложью можно так сказать ну вот реакция синтеза это вот проверяла болото углерод в магний может превращаться магний соответственно кремний еще один вариант углерод и дейтерий тоже кремний это так называемые кремниевые люди в кавычках у которых наблюдались странные очень явления образование вот этих иголочек кремния на коже были случаи даже у одной женщины глазу выделялись все время вот здесь эти элементы то есть какие-то вот интересные превращения в глазах появляются вот особенно с утра иногда это нечто другое это последствия вечера супермен ну какие возможные реакции возможные реакции вы все нам читали про Вимана или слышали по крайней мере это древнеиндийские летательные аппараты типа НЛО тоже и везде написано что они работали на ртуте но так сказать ортодоксальный ученый или инженер скажет да как же это так ртуть это ж зараза такая там окружающую среду оказывается они каким-то образом так реактор ставили что эта ртуть трансмутировалась в золото с выделением третья третий естественно с кислородом воздуха окислялся мощнейшее горение шло и выбрасывалось ну в пары воды и атомарное золото куда? на планету? просто воздух то есть топливо ртуть было а золото как обычный как выразился как выразился болото золото зола свинца из свинца кстати точно так же можно получить золото другими реакциями ну вот плюмбом из ауром и получается золото ауром и с выделением исчалителя и нейтронов и тоже энергия выделяется хочу вот здесь сказать в заключении этой части обзора что трансплутационные реакции идут в природе везде и во всех живых организмах специально был поставлен опыт брали Луи Кервран из Франции ставил раствор солей магния туда клали ракообразных всяких крабов например и тем не менее у них образовывался панцир который состоял из кальция откуда кальций взялся из кальция нигде не было то есть он показал что магний превращается в кальций за счет синтеза или в природе существуют так называемые железомарганцевые конкреции тоже про это все давно-давно слышали еще в школьные времена говорили откуда это берется оказывается марганец под действием бактерий соединяется марганец с водородом внутри бактерии это происходит и выделяется железо но бактерии в конце концов не вечно живут то есть марганцевые именно железистые конкретно там и марганец есть и железо на дне океанов немеренное количество существует бактерии выработают да то есть марганец откуда-то я не не разбирался откуда он там берется но потом в воде все есть все люди в воде скорее всего что растворено в воде осаждается а потом образуются такие сгустки наверное здесь на этом можно эту часть закончить хотел бы на что еще обратить внимание что все вот эти трансмутационные реакции они имеют ну очень такие практические последствия вопрос походу можно ульца Ларина названа не в честь этого академика могу сказать я не заглядывал кто не знает летчик думаю что кто-то другой если объявили Ларин как могли назвать его еще не назвали не зря в смысле назвали Владимир Ларин он постоянно в загоне был вот совсем недавно осенью прошлого года было собрание одной группы академии наук где выступал его так сказать представитель это собрание происходило под действием под председательством Андрея Воробьева он тоже академик и советник президента может быть кто-то это знает и вот там Ларин как раз выступал потом ему дали слово был очень рад что и он и его сын активно занимаются вот этой идеей ядра содержащие водород гидриды так называемые с точки зрения химии это имеет ну просто гигантское значение признание что наконец можно добывать водород наверное это у закона потому что раньше было принято постановление даже соответствую что водород не является полезным ископанием не добивать его не нужно представляете какой так сказать водород вокруг нас научный разврат другого слова я не могу ну вот так вот все-таки признали и начали этот момент зондировать это не такая простая вообще операция извлекать водород из глубины но тем не менее гигантское значение имеет наличие водорода в ядре земли они ну уже фактически доказали что вот всякие нефтяные и газовые месторождения результат никаких там органических остатков как нам в школе рассказывали а это идет синтез образование ну против СН4 и так далее С2 С6 и всяких предельных непредельных углеводородов и нефть точно так же восстанавливается даже доказательства привели заброшенные скважины были совершенно нефть кончилась а где-то это Северный Кавказ через 10 лет вдруг увидели что опять оттуда нефть начинает то есть она образуется постоянно и всякие разговоры о том что эти запасы исчерпаются они беспочерны то есть они всегда будут но но можно более дешевый и более экологически чистый транспорт делать на водород эти эксперименты опыты были еще в советское время правда они не очень положительно закончились проблема в том как хранить водород было такое простейшее решение в баллоны закачать и даже несколько автомобилей в Москве сделали они работали на водород действительно экологически чистый выделяется H2O и все ну может быть там есть примесь сгоревшей масла или чего-то но они тоже мало идеально двигатели внутреннее сгорание не сделают чтобы было только пары воды но через некоторое время водород проникал в металлы резко его прочность уменьшалась он хрупкий становился эти баллоны в конце концов разваливались или трескали или даже взрывались поэтому сейчас разработанный и продолжает усовершенствоваться метод растворения водорода также гидридный так сказать то есть выбирает определенные типы металлов которых он впитывается и это такой целостный баллон а не пустой баллон и там огромное количество по сравнению с сжиженным вариантом можно запасти без особых вот каких-то таких технологических трудностей связанных с сжижением допустим водорода поэтому этот вопрос начал прорабатываться и это будет может быть одна из важных таких будущих энергетических составляющих у России и бояться что у нас там чего-то все кончится это я думаю без перспективы то есть одни месторождения надо консервировать использовать другие потом через там несколько десятков лет опять можно эксплуатировать они опять будут восстанавливаться но и еще один важный момент связанный с трансмутацией это энергетика энергетика этих трансмутационных реакций вот я уже сказал что там очень большая энергия выделяется при синтезе допустим кислородов серов но есть множество других вариантов и вот один из таких вариантов проработал очень интересный человек из Италии Андреа Росси но если вы прислушаетесь и обратите внимание на корень на корень то Андрей Русский то есть это в прямом смысле потомок тех русских которые в свое время переселились после поражения Трои на север Италии это этруски так называемые как Абрашкин говорил читая у нас лекции его ДК это русские этруски ну все там кто говорил показывал это русские то есть это потомок этрусков который феноменальными способностями обладает во-первых он глубоко понимает и знает хотя он никакой не академик а просто инженер вот эти вопросы трансмонационные во-вторых он ну просто физически и духовно высокоразвитый человек он бегал например 100-километровый марафон даже больше за 100 километров 120 я вот знаю он бил вы себе можете представить человека который бежит марафон вот кто из вас бегал те знают что даже уже после 20-го километра ты уже сухой нечему из тебя выделяться там пот начинает превращаться в соль если ты в рубашке бежишь ну а если голый на теле всякие штуки а это то есть это ну человек значит не своей чистой энергией пользоваться а может брать ее из пространства у нас в России таких много интересных людей которые даже во время бега не то что худеют а еще и прибавляют вес то есть так умеют брать энергию из пространства что вот такие интересные результат так вот этот Андреа Росси он много лет занимался и работал и изучал так сказать возможности таких трансмонизационных реакций и в конце концов построил тепловой реактор на водороде и никеле с добавлением лития и еще к этому никелю ну такие вот реакции они в конце концов какой-то частью академической науки начали все-таки признаваться их слово трансмутация запрещено в российской академической науке зато так сказать признали низкоэнергетические ядерные реакции у нас русская транслитерация этого понятия а зарубежные то же самое лэмор лэмор лоу энерджи нюклеон реакшн низкоэнергетические ядерные реакции за рубежом уже эти публикации идут и у нас наконец в середине двухтысячных годов первые публикации там у Рудскоев и другие начали пытаться что-то делать и публикации стали подниматься то есть это ну какой-то сдвиг все-таки есть в этом плане положительный вот этот тепловой реактор что он из себя представляет он взял совершенно небольшую керамическую из очень прочной керамики спираль и туда поместил во-первых набор изотопов никеля в нано виде то есть это нанопорошок никелевый в котором несколько видов изотопов никеля туда поместил в качестве катализатора вот этот литий тоже в виде порошка и пропускал через эту ну через эту трубочку на конце которой электроды были водород водород и вот эта система одновременно пропуск через нее пропускался первоначальный электрический ток очень большой большая мощность и в результате в результате образовывался то есть две предполагаемых реакции это водород плюс никель 2858 вот этот изотоп использовался образовывалась медь 2963 с выделением энергии совсем ее немножко меди выделялся основные реакции это литий и никель с образованием другого изотопа лития и никеля значит что показал анализ анализ показал что в составе смеси до того как была эта реакция проходила он кстати испытывал ее неоднократно и вот самые последние испытания были весной 2014 года то есть два года назад буквально и после этих испытаний была там комиссия комиссия ну шведы участвовали из Болонского университета он сам при Болонском университете в Италии эти эксперименты проводил и в течение 32 суток непрерывно шло выделение энергии вот первоначально энергия была затрачена а потом энергия выделялась уже никакого подогрева не надо было делать и общее количество выделенной энергии там 7 тонкие измерители были вот эта комиссия постоянно присутствовала в течение месяца с лишним полтора мегаватта часов энергии выделилось то есть это все замерено калориметры соответствующие и прочее и прочее и результат очень интересный что сразу на это так сказать клюнули американцы по суд дело видимо ну я точных сведений не имею но скорее всего его пригласили так сказать работать в одном из научно-исследовательских институтов США а у нас реакция на эту публикацию комиссии ползенауки была все такая же это лжецы от науки которые обманывают общество и на самом деле ничего такого нет и быть не может вот что написал Александров в своем этом блоке который связан с комиссией ползенауки то есть опять та же история получается что придется но может быть я думаю не придется потому что нашлись прекрасные люди вот есть такой ученый Пархомов Александр Георгиевич он через год в пятнадцатом году докладывал уже в марте об успешном опыте повторения вот этого реактора Россия у нас в России то есть есть люди он естественно не в той академии а в академии естественной в той академии его бы все там помножили на ноль сразу вот видно что первоначально вот конечно видно может быть плохо литий 7 переходит в литий 6 его было 9% с небольшим процент начальный был а конечный процент 92 в составе смеси потом эту смесь брали и анализировали аналогично литий изотоп 28 58 было в начале 67 процентов а перешел в никель 60 28 62 достало 97 и 70 процентов то есть это реакции перехода одних изотопов никеля в другие и перехода изотопа лития в другой изотоп ну там медь очень мало сказывается но тем не менее в конечных реакциях в конечных анализах обнаружено было и другой изотоп вернее образование изотопа меди не предприняли попытки скажем так типа как у Соловьева поединок вот две академии вот научно вот пусть у Соловьева кто хочет потому что это будет ну помните как поединок был между Немцовым и а тут может дойти до того что придется несколько скорых помощи вызывать чтобы все развести по-разному боже лавры этого Лысенко видно ну вы знаете несколько таких дискуссий было с экстрасенсами и в конце концов некоторые экстрасенсы когда известный так сказать комментатор начинал на них нападать один из них очень известный просто встал и ушел с этой дискуссии потому что некорректные методы используются при этой дискуссии и недоброжелательное обсуждение вместо того чтобы истину выяснять бесполезно одна ругань только и оскорбление главное оскорбли идут оскорбить ну вот я в заключении хочу сказать что практическое значение гигантское это все имеет трансмутационная реакция если дальше энтузиасты будут продолжать исследовать то вот эта часть энергетики тоже может в будущем использована у нас в России а не только те преобразователи которые тоже существуют и тоже используются связанные или с применением и откачкой в кавычках атмосферного электричества тоже можно получать дармовое электричество но это не дает делать сами понимаете по каким причинам тогда деньги с кого же собирать если все бесплатно считать ну и есть преобразователи которые используют эфир пространства и тоже его преобразовывают и тоже так сказать работает и это отдельная тема ну наверное кто хочет в интернет может залезть там все начиная с бикини и кончая всякими капонадзе установки может кто-то слышал которые да он пропал последнее ну куда пропал он там и мы немцы сначала предложили два года назад хотел договориться с турками а турки вы понимаете народ какой в общем он по-моему назад уехал в грузию он с немцами сначала опять идет все время такая вот спекулятивная вещь вроде бы соглашаются а там сразу силы начинают очень сильно противодействовать вплоть до того чтобы убрать человека вообще 24 года назад созванер да потом он пропал ну вот пропал да пока не слышно даже нигде еще прессингуют не дает даже в интернет выкладывать что-то и у нас есть некоторые исследователи я не буду называть фамилии которых вызвали соответствующую структуру они теперь рассказывают там о каких-то установочках которые ну там 100 милливатт выдают выдают у кого голова есть он может и 100 ватт сделать и 1000 ватт а у кого нет это удовлетвориться модель модельной установкой ну вот прессингуют прессингуют более того вот все кто занимаются этим это нам многие уже слышали есть специальные службы соответствующих учреждениях которые выкладывают даже схему о как просто сделать преобразователь энергии а он не работать не будет там схема неверная а какой-то энтузиаст молодой школьник делаю порадовая дедушку на даче делает а он не работает а ерунда все поскольку ему в школе сказали этого не может быть физик у которого он учится вот такая ситуация то есть уметь различать надо учиться различать и соответственно рулить туда куда надо а то можно вляпаться вот на этом я закончил если есть какие-то вопросы для обсуждения давайте будем обсуждать это вот вы все рассказали опять о том же что происходит сначала энергетическое или температурное воздействие то есть опять же либо высокие энергии либо высокая температура а как же алхимики средних веков и древние алхимики без этого поделись ну я вот вначале же про алхимиков как они делали это не дошло до нам они же не затрачивали слишком много энергии нет ну вы же знаете что они тоже грели свои колбы грели да и максимальная температура была 120 градусов обязана была быть ничего ничего не бывает ну как конкретно там делались ну например я лично не знаю я не знаю как это вообще можно ли вообще как это применимо силой мысли подожди я не знаю этих энергий которые могли они тонкие очень методы магические используют у нас мы практически про реальную магию мало чего вообще почти ничего нет физических верхушки одни вот скажи пожалуйста согласен про магию почти ничего не знаю мы думали нам сейчас про зонт расскажем как делать сумочки принесли с собой я могу сказать конечно я какие-то связи имею с теми кто занимается этим вопросом это исключительно трудоемкое дорогое удовольствие вот кто пытается даже преобразователя делать это легче свое принести гигантские тысячи надо тратить на всякие элементы обычные например транзисторы там не идут приходится доставать те у которых там сверху может проходить а наши ставишь все не работает они стоят очень баснословных денег то есть их там на радиорынке не кучат приходится где-то через десяток друзей на каком предприятии экспериментальном чего-то то есть технологически трудно трудно вот поверьте что неоднократно я там участвовал в разных этих наблюдал просто как эксперимент делают это я вот не берусь у меня просто уже не хватит ни сил ни зрения ни умения запаять я уже не могу так как надо тонкую микросхему например поэтому я только это александров сколько лет он уйдет когда-нибудь или там другие уже демоны но вдруг вы думаете он один там целая группа но тут же тоже посмотрите какой перечень работает а ему на все это накладывать может быть это рептилоиды александров вполне может да он кстати Евгений Борисович таки вот да но они все поменяли фамилии да я нашел его портрет в интернете и дальше у меня вопрос как александр второй так же да александр первый был рептилоидом я прошлый раз говорил что он это самое улетел наполеона с помощью с помощью с помощью на планете так если они все предложили использовать у нас есть значит оружие которое никакой наполеон не вытерпит и они пару там или тройку ядерных зарядов над москвой потому что наполеон ушел а потом ему предложили а вот может тут вот тартария может помочь это с англичанами все связано потому что там ну готовился некий поход на индию которая была по сути дела колония и чтобы воспрепятствовать тартария договорился александр сказал я вроде не против первоисточник ядерными зарядами и она прекратила где почистры да все в интернете про александра первого и про александра первого там даже есть свидетельство одного одного служащего церкви ну бывшего так сказать священника оно дошло каким-то образом может быть это подделка я не могу сказать но тем не менее оно изложено что к нему на покаяние пришел на исповедь бывший садовник александра первого там в этом самом таганроге где он останавливался это садовник ему сказал что вот был момент когда некая светящаяся структура опустилась в саду этот александр первой вышел попрощался супругой зашла ну и везли тела уже не его и она улетела почему столько всяких приключений по поводу того что там и гроб пустой оказался и т.д. и т.п. и семья не узнала кто это да много чего-то странного с александром первым возможно такая же подмена как с петром первым ну вот это факт конкретный может сейчас что-то найти уже проблематично все уничтожает всякие столицы может не только александр первым может быть еще ряд этих наших руководителей ну давайте пофантазируем вот до последнего кто реальный а кого кто роботы или клоны какие-то биороботы управляемые я думаю что они-то сами люди к подоставлению вот видишь как мы сегодня хорошо без десяти восемь уже можно спокойно вот что значит начинать вовремя все равно запозданием начал чуть-чуть но тем не менее тем не менее вы рассказали ваше исследование о НЛО то есть вот вы по Нижегородской области я помню ездили рассматривались можно уже сутки рассказывать какие ваши заключения помню тогда вас вызывали еще чтобы где-то в Щербинках мы с вами там исследовали приземление НЛО в Щербинках на Тропинина садилось я его тяжелее не исследовал потому что мы так и не нашли самого очевидца он учился в Москве в институте но родители пытались выйти они не очень к этому отнеслись и короче мы это место и не знаем где оно на самом деле хотя корреспондент горьковского рабочего там был я с него тоже пытался вам показал но он тоже вернулся то есть где-то на Тропинина в каком-то сквере садился объект а так посадок в Горьковской и Нижегородской области полно мы на многие места ездили ну вот около Киселихи есть посадка мы ее в советское время еще изучали специально из Москвы позвали опытного оператора для локации по рассказу как очевидец с очевидцем к сожалению тоже не удалось приговорить но удалось получить сведения о ну о человеке который слушал рассказ очевидца он подробно передал этот рассказ на основании этого рассказа мы выявили азимут где должно было оно садиться эту поляну большую обошли и точно как раз на том месте где оно должно было быть оно и было овальное такое пятно где такого ну грушообразного вернее дынеобразный объект садился там очевидцы с переезда через железную дорогу Киселихинского наблюдали как ходят возле объекта два две фигуры в серебристых комбинезонах ну и нашли и неоднократно на это место ездили тренировали биолокаторщиков другое место есть за деревней Каменки по Арзамасскому соци туда в правую сторону выползло такое место вот там тоже мы это самое между Каменкой выползло в лесу тоже до нас дошло сведения мальчика тогда еще наблюдателя который рассказал как чего он увидел как там в него мигнули он сознание потерял тоже это место нашли там удивительные совершенно моменты были сфиксированы в плане того что ездил один из наших тогда сотрудников к сожалению покойный Артур Борисович Успенский реакция многих приборов была и в том числе обычного миноискателя везде все нормально на это место миноискатель помещал датчик и начиналась какая-то модуляция типа с частотой 1-2 Гц почему непонятно На другой раз поехали, уже этой реакции не было. А еще каким прибором это было? Пользовались. Самый надежный прибор, рамка опытного биолоката. Ну вот. Работает? Работает 100%. Город Андреевич, расскажите, у меня тогда, когда мы были на этой плащевке, где они приземляют в штат, вот эти круги мы исследовали. Это на Демир-Дже, около горы Лысово-Иваново. Мы около 30 таких кругов нашли. Ну почему разные цвета этих кругов? То есть одни белые были, другие фиолетовые, а трава фиолетового цвета. В другом месте она вся практически белая была. В четвертом ярко-зеленая. В пятом там, ну в общем-то это все были изменения. По поводу ярко-зеленой, наверное, с этого. Ну скажите, пожалуйста, вот это, чем это явление было? У нас такое место посадки было выявлено, тоже за счет таких непрямых сведений, исходящих от очевидцев, за, ну, как вот идет... Акул-Анкуденовкин делали? Да-да-да-да-да, вот Рудольф принимал участие в этом деле. Зеленый круг, прям, зеленый круг... Это оттенок или прямо цвет? Трава зеленая. Ну, цвет прямо или просто тональность? Темно-ярко-зеленая трава. Цвет травы, то есть... Резко отличается от растений? Трансмутация элементов внутри травы, и в результате она позеленела. Почему она побелела, не знаю, не исследовала. Это вот на Демиржи, ты говоришь, такие есть. В Крыму летают беспробудные объекты. С левой стороны как бы. Где это? Крыму? Постоянно. Крыму вот. Ну, я могу вам рассказать, что... И над Мариуполем повис, висел. Ты это уж... Что у нас как раз была группа, мы там стояли целым лагерем, так, человек нас было 80. Мы не кушали, то есть, мы приехали очень поздно, просто успели поставить палатки, да, и 2 часа ночи у всех понос появился. То есть, ну, большинство... Диарея. Диарея. Резко. Причем... То есть, мы даже не успели найти родниковую воду, не могли найти, потому что быстро очень стемнело. Мы только... Из-за того, что автобус сломался, и мы приехали туда поздно, так, и... Вот... Был у нас буквально минут несколько, чтобы разложить палатки и залезть туда. Трансмутация. Вот. И таким образом... Ну, что интересно, что... Это было... Продолжалось всего буквально 2 часа. Через 2 часа у всех все прошло, все спокойно. И 8 часов все встали. Выходим только... Единственное, что... Кругом туалетная бумага, так... Мы успели... Мы успели... Гимнастику зарядку сделать, так... Увести с этого места. Мы сейчас в Азии. Можно тоже... Вместе посадки определить... Левард Андреевич! Левард Андреевич! Левард Андреевич! А вот все вот следы вот этого так называемого НЛО, которое появляется, это все-таки следы какой-то определенной цивилизации, или... Это всегда... Ну... Несколько цивилизаций. Несколько. Несколько. Возьмите... Я в прошлый раз говорил... Без подземных. Хорошая книжка очень появилась, но у кого-то ее выпросили купить, потому что очень малый тираж и дорогая она. Подлинная история Земли. Сэл Рейчел. И я в прошлый раз говорил, что эта подлинная история один к одному практически, за исключением небольшого разброса во времени в датах, совпадает с тем, чего изложено у Сидорова. Ну, то есть это цивилизация, так называемые Роиды, да, серые... Всякие серые тут копошатся, у них проблемы с генетикой, они в основном вот ищут генетические материалы, много чего такого нехорошего сделали, не говоря уже о том, чтобы обнять какую-нибудь женщину, или наоборот заставить мужчину обнять их женщину. Вот этим они очень активно занимались в 50-е годы. Это, так сказать, факты. Но генетический материал тоже изымался у скота. Полезно неимоверное количество коров в США, в Канаде и в некоторых других странах. Ну, почему цвета и другие разные? Это надо изучать, чего там, так сказать. Мало стало чего. Может, она просто пожухла. Мы вот одно место изучали около Светлояра, недалеко от деревни Чухломки. Тоже наш близкий друг, доцент универа Саша Советин. Просто пошел гулять с собакой, увидел. Изучали большой тоже круг, где-то 18 метров диаметра. Там, наоборот, по кругу вся трава засохла. Значит, воздействия разные. Или вывод какой, что на разных, может быть, принципах работают разные двигатели у разных НЛО. Поскольку цивилизации тут несколько десятков крутятся в районе Земли, около Земли. Так что каждый тут что-то свое хочет выяснить. Ну, тут очень сложная картина по части вот наблюдения за нашей цивилизацией и применения каких-то своих действий, которые происходят. В сомнении, что тут есть они, абсолютно давным-давно никаких нет. Но исследовать чего-то... Ну, что исследовать? С Луной чего? С Луной прекрасно все. Это искусственно созданный объезд в далекие времена для стабилизации Земли. Внутри полая? Да. И знаете, чем доказывается? Масса. Масса. Простая. 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 Когда я считали не полы, посчитали траектории запуска, и все полетело мимо Луны. Потому что там протяжение начиналось с расстояния примерно 10 тысяч километров от поверхности. И очень-очень слабое. Потом все это учли, скорректировали, стали уже нормально. И вибрации вроде как у колокола, да, вибрации? Да, там жахнули чего-то, морякоса. Она очень долго была. Долго, да, звенела. Ну и потом там... Может, там сидят все? Там сидят, конечно. Там проблема в чем, что там огромнейшее количество механизмов на планете, на этой, так сказать. Чего-то добывают, там дырки бездомные. Хвата такая же была. Фотографии бесчисленные множество, и даже видеосъемки есть, но я не знаю. А что наши, говорят, хотят рискнуть после 2020 года? За гелием-3, так лучше тут его где-то добывать. Видно, приключения мы любим русские. Ну, нет, у нас как раз особо не планируется. Она не скоро планируется. У нас быстрее на Марс полетят. Все записали. Там уж точно фонус ущерб, потому что... Эдуард Андреевич, скажите, пожалуйста, вот сейчас очень много говорят о чипах, что вот у нас, то есть, находят людей, которые там есть какие-то маленькие включения. Вам приходилось это видеть, такие вещи? Ну, вот мне не пришлось. Не пришлось? То есть, у человека, у которого был чип внутри, я такого не встречаю. А то без удовольствия искали. Другое дело, что в паспорту у каждого, там фотография, чип, пожалуйста. Посмотри. Посмотри, российский. А вот и что, как бы были фильмы, и зафиксированы были факты, как человек пропадает. То есть, вот был так, женщина, как бы она выясняла, что была похищена, потом отпущена, и потом она все-таки решила поставить видео, камеру, когда она спит. И действительно, то есть, она камера отчитывала время, и в какой-то момент ее не оказалось, то есть, она пропадала под... Была ровная поверхность кровати. Кровати. Потом она возникала, опять поднималась от кровати, то есть, из-под одеяла. То есть, вы встречали явление? Нет. Не слышали такого описания? Нет, не встречала. А вот по поводу того, что похищали и использовали для производства эмбрионов... Очень, по-моему... Ну это да, я согласен. Я согласен. В прошлом случае в Австралии одна дама обратилась, ну ей как бы внушили, что она там военная прослужила в войсках австралийских. Пошла пенсию убивать. А он там, говорит, ты нигде не числишься. Ну, стали исследовать через ретроспективный гипноз и выяснилось, что она там уже 30 или больше эмбрионов у нее изъяли, или она родила инопланетных. То есть, у нее вдрызг изношенная матка была. Ну это да. Да. Это известный случай, вот так сказать. Вообще, многие случаи очень хорошо достоверные, но у нас официальная наука их просто игнорирует. Ну а кто сидит на Луне все-таки, вот так вот, информация же есть. Вот есть такая информация, что сам вот этот некий... Яша. Яша, да. Там как бы у него там логово, но он, конечно, передвигается, но и непосредственно все микробы, всякие в лунных лабораториях на Землю якобы оказываются на род людское большое влияние с Луны. Моя точка зрения с этим не спадает. Все микробы, которые вот известны, и эпидемии, которые известны, все они производятся в лабораториях Соединенных Штатов Америки. Это, так сказать, неофициальное мнение, и они никогда не признают так же, как они не признают, что они на Луну не летали. Ну, кто устраивает, скажем так, геноцид человечества? Ну, вот в Африке. В Африке это Эбола, Эбола, этот самый вирус. Это очень известно, что американцы делают. Ну, все молчат, как говорится. Нельзя некоторые вещи говорить. Слух не дают. Ну, вот это же делается все равно, все специально, чтобы отвлечь народ от других занятий, которые могли бы быть более позитивные. Ну, вы заметили, что вот, все-таки, несмотря на эти непозитивность, наши им в поддых хорошо ударили. Сделали вирус, то есть северку антибольную. Все, значит, им придется трудиться. Наши же тоже работают. Но они работают, но не выпускают в Африке или где-то. Америкосы выпускали это везде. В том числе в Киргизии я подцепил в свое время, пришлось тут очень долго кувыркаться по госпиталям. Из-за того, что они там тоже в отместку, видимо, того, что базу, которую там они имели, аэродром этот самый, ну, рядом с Бишкеком. Там и наш, естественно, есть аэродром и база в Канте. А это был большой аэродром построен, они там оккупировали его, по сути дела, за плату, соответственно, киргизы категорически против. Но они, видимо, там начали распылять его где-то такое. А там биолаборатория, наверное, да, там была? Да, у них была большая, так сказать, система шпионажа за этими, за разговорами, в первую очередь, по телефону. Ну, то есть, не слышал, что там. То есть, система радио перехвозок широкого. Это понятно, само собой, но при ней, наверное, и биолаборатория, да? Этого я не слышал. Они могли просто привезти и распылить где-то там в горах темчания. А попьешь, так же пьешь воду из ручья не кипятя из этих годов. Думаешь, что она чистая, а вот, да, не чистая, оказывается. Ну, вроде, это пронесло, слава Богу, не в том смысле, как Паша сказал. Ну, а по поводу химтрелла, что можно сказать? Так, вопрос очень непростой. Это его всё время поднимают и говорят. Но, может быть, действительно есть случаи, когда где-то специально в самолёт монтируют соответствующую структуру, которая там впрыскивает в выхлопные газы какие-то вот такие нехорошие элементы, приводящие к возможной инфекции или щепчебута. Но большинство, которые я вот специально смотрел, они кажутся... Почему их называют так? Что вот летит самолёт, у него, так сказать, инверсионный след раз и пропадает. А другой летит, у него, наоборот, широкий и расширяется. Проблема того, что очень резко от высоты зависит инверсионный вот этот слой, проявление H2O выходного паров выхлопных от реактивного двигателя. Там же вода практически выходит и CO2, H2O и CO2. Больше там ничего нет, кроме каких-то выгорающих примесей каких-то. Никель, титан, всё с лопаток, турбин, всё есть. Мы специально пробы брали вдоль трасс. Полно и никеля, и титана, и молиблины. Всё это... Всё зацарено уже. Вот у нас везде летает. Живого места сейчас найти, где бы не зацарено было вот этими микроэлементами, которые, к сожалению, тоже на здоровье негативно влияют. Таких мест нет. Ну разве, что на полюсе, может быть, или в Антарктиде там мало летает. А здесь всё, всё перезаражено вот этой гадостью. Так вот, от того рассосался свет или не рассосался, это зависит от высоты, от концентрации, по сути дела, паров в окружающем пространстве. И от точки росы, так называемой, это зависит от температуры. Там очень слоистость серьёзная. Поэтому один летит на высоте 10,5 километров, а другой на высоте 9,5. И будет колоссальная разница в плане того, будет инверсионный свет. Понятно. Я почему этот вопрос задаю? Потому что, скажем так, допустим, тот же интернет, он как бы пестрит тем, что ещё в Советском Союзе, то есть есть как бы теория, которая говорит, вот для того, чтобы, скажем так, солнце не нагревало землю, что поэтому вот они типа распыляют это, оно должно отражаться. Но при этом оно как бы и Советский Союз имел вот уже тогда как бы есть призванные технологии, которые чуть ли мы тоже не передавали в этом области, используем вот эти вот распыления. Ну я вот этих моментов, к сожалению, не обращал внимания. А что касается распыления, вон тоже ходят случаи, что Анунаки золото не только как топливо использовали, о чём я говорил, но и для того, чтобы атомарное золото распылять в атмосфере, чтобы тоже самое, так сказать, сохранять как бы тепло в той планете, которая при Нибиру существует и где они живут. Там, по-моему, четыре или шесть планет вокруг Нибиру крутятся. А Нибиру — это вроде инфракрасная звезда, которая вот откуда-то сюда залетела в Солнечную систему, и они тут вот, ну... В прошлый раз я говорил о книге Конелеса, но на самом деле его фамилия Селёна Юрий Владимирович, или Владимир Юрьевич Конелес, он, ну, назовём его тоже шумероведом, потому что он досконально изучил все переводы материалов, которые осуществил вот американский исследователь на эту тему. Он десять книг там издал. И он тоже такой человек, очень хорошо знающий некоторые языки. Например, он сравнивал материалы шумерских табличек, я в прошлый раз их говорил, и переводы Библии и доказал фактически, и до него уже это доказываю ни разу, что Библия абсолютно цельно тянутая с шумерских и с аккадских материалов. То есть это никакой не священный документ известной нации, которая вот себя считает Бога Исправа. Да, 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 да. Там столько совпадений. Эдуард Андреевич, а вот по поводу самого загорания людей, почему это всё-таки происходит? Нервничают сильно. Нет, ну нет. Сбирают некоторые не полностью. У кого, допустим, там какая-нибудь конечность или какой-то участок тела выгорает, и всё, а человек остаётся... С энергией перебашь. Ну, моя точка зрения на это такая, что это один из вариантов полтергейстов. Полтергейстов бывают нескольких видов, в том числе огненной, водяной, воздушной и, так сказать, связанных с четырьмя стихиями. Вот здесь наши друзья, которые над костром Павла Анатольевича языки пламени показывают, вот они живут тоже в пространстве, и при некоторых условиях, которые связаны с конкретным человеком, с его, ну, по сути дела, кармой. Вот так мы выразимся. То есть следствиями более ранних каких-то причин. И в результате вот происходит такая гибель, такой вариант гибели. Ну, можно, конечно, здесь копать, разбираться, строить предположения, а истинно будет где-то в другом месте. Но есть эти случаи, есть они во многих серьезных даже книжках описаны, и фотографии приводятся и так далее. Но это полтергейст. Полтергейст, значит, участие существа стихий, прежде всего в этом явлении, и ее видоэнергетики. Огненные полтергейсты и у нас не раз были, и мы даже ездили, смотрели. Тряпка цирали лежит на батарее и положили, а она вдруг загорается. Ну, как это? Это только за счет участия одного из существ огненной стихии. Не саламандры можно? Может и саламандры, я не знаю. И так условно называют, а как? Эдуард Андреевич, вы, может быть, рассказывали, я не знаю, вы не участвовали на Рождественской, там случай был в особняке, где сейчас это, Дом труда, там какая-то это, камеры зафиксировали, перемещение, девушки в белой одежде, она летает там, по телевизору у нас показывали. Это было полгода назад. Миша Зеблог, по-моему, показывал. Да. Ну, да. Просто этот особняк, много что-то ходил, и, представляешь, прийти в интерьеры, и вот по ночам там будто бы перемещался и зафиксировал камеру. Не прийти, вас не привлекали. Нет, я не вижу меня на это делали. Ну, не знал. Просто вы знаете, там, как бы, было сомнение то, что могла залететь какая-то либо, то есть, с ветром, какая-то либо, бисковочек, или еще что-то такое. Ничего себе птичка-то. Ну, то есть, что-то такое, то есть, как бы, не было, а это обосновано то, что была камера профессиональная. То есть, была просто камера, которая наблюдала за этим помещением, которая там наблюдала. А не пытались исследовать там фоны какие-нибудь следы? Ну, кстати, эти камеры, вот ты, которые говоришь, сейчас поставим... Обычные, наблюдательные, низкое разрешение. Мы можем кого увидеть вообще? Мы здесь видим нас, своим взглядом. А может здесь еще куча сущностей. Есть случаи, софиксированные, обычные камеры. Интересно, какие-то факты. Похищение даже. НЛО. Есть такое. Ну, вот, кстати, я хотел передать привет от нашего, члена нашего клуба, от Игоря Космонавта. Вот он мне обещал, то есть, я его поздравил вчера с его праздником профессиональным. Он обещался появиться в нашем клубе, как бы рассказать, как он обошел. И уже сообщи, когда он появился. Ну, вот, я опять его прошу, чтобы он нам напомнил его поход вокруг Айласа, как он его обошел, и еще вот документально показал, подтвердил. То есть, как бы, я его жду в ближайшее время с его выступлением, и он мне обещался вот появиться здесь. Еще мне, как бы, я должен сделать небольшое объявление или еще что-то. У меня был разговор не так давно, или вчера, или позавчера, с любимой Ольгой Александровной. Если я помню ее выступление, как она выступала. Она сейчас в Москве, а не собирается в Нижний. Ну, у нее не получается. Но она сообщила нам, что у нас не очень-то приятное положение в Нижненогороде. То есть, к ней постоянно приезжают люди, и звонки идут так, что здесь у нас есть сущность, которая, как бы, хочет завоевать или захватить наш город. Кто? Ну, кто? Сущность. Ага. Была одна дама у нее, то есть, она приехала. То есть, суть, я вам сейчас расскажу, две минуты буквально. Врач, 40 лет, Нижний Новгород, приходила к ней на прием, а потом она записалась на прием к одному из членов или участников битвы экстрасенсов. она была, побывала на прием, и теперь вот этот человек, у которого она была, здесь разговаривает, то есть, с ней же, в звонке от нее, как бы, то есть, разговаривает голосом, вот этого, кто ее принимал. То есть, если так, понятно, говорят по-русски. Одержание. Одержание, да. И эта сущность объясняет мне, что у нас захватывает наш Нижний Новгород. И я хотел бы обратиться, кто занимается цветком, или кто занимался, давайте выйдем, хотя бы, завтра или сегодня, в 11 часов вечера, на город, и почистим его. То есть, я вот хотел объявить сейчас всех цветочников. Да. Я думаю, кишка тонка в этой сущности города. Не совсем так. То есть, как бы, она до 3-х часов ночи с ней работает. То есть, ей постоянные звонки, вот она говорит, всю неделю я, говорит, не могу никак заспать. То есть, мне эта дама названивает, и голосом вот этого человека с ней разговаривает. До 3-х часов ночи. Ну, одержание надо. Совершенно верно. Но, тем не менее, и муж, сам врач у нее, и она, как бы, не может вот это вот. Ну, это можно. Может эту даму полечить? Нет, просто, мне не стоит связываться, потому что, как бы, есть. Но, если есть сигнал, то есть, вот, я предлагаю цветочникам, хотя бы, профилактику сделать, ниже много, да. Давайте сегодня, и завтра, на 11 часов вечера, выйдем на объем города и почистим. Вот. Моя точка зрения. Ну, если вы не цветочник, вам это не грозит. Паша, в случае эту даму мантии. Я, нет, я даже связаться не буду. Тем более, завтра у меня экзамены по педиатрии. Да, конечно. Мне свои проблемы не лечить. Да, конечно. Есть более простой объяснение. В интернете есть программа, которая забивается голос, и любым голосом разговор идет. Ну, в гордину. То есть, я тебе могу позвонить голосом до Андреевича. Ну, хорошо, да-да, Игорь, давайте эту даму дам, с ней поработать. Здравствуйте, да! Мы с вами, из управления. Там, завонят. Разными голосами. Ну, так, сейчас распространено. Ну, да. Это немерено сейчас, это волно. Ну, ну, нет, ну, это же другой уровень, там, Слево, я даже не первый апреля. Слюбимый, они так не пообщались. То есть, она сразу простит, прошедшись, что и конечно. хорошо невидимая сущность а сколько их видимых которые сидят в администрации ну вот я вам передал как хотите то есть вот кто может предложить ну и нет час я не знаю как просто у нее есть много предложений и в англии куда угодно то есть она пока не рассматривается тем более там в москве у нее очень сложно сейчас стало то есть очень много после по ее выступлений и как она с ее выступил на связи целитель то есть ей два или три зала предложили она сейчас прилично работает с ним работа там хватает тем более царевского сейчас нет то есть он ушел в те тот мир сейчас как бы раздра идет в центре целителей россии и как бы ей приходится еще некоторые вопросы сама решать на здравии везде вот у нас это целители так сколько их не пришло местных межогородских которых я лично знаю они не появились знак протеста ну ладно тем не менее я благодарю вас что вы откликнулись и выступили нас сегодня посетили нас в среду слушателей хочу их проинформировать дурок кому-то интересным будет у нас в рамках общественные университета духовной культуры всякие тоже свои мероприятия проходит и вот в пятницу пятница этот послезавтра в политехе четвертом корпусе сбор тут перед вертушкой вестибюле в 6 часов пилософский семинар который будет проводить ирина мальгенова по поводу шри ауробинда и всех вот этих вещей связаны с выходом на высокие уровни с вопросами там 6 часов начала начало 6 собираемся там вот в вестибюле перед вертушкой стоим ждем когда все соберутся а потом на третий этаж 300 вдруг кому-то интересно не чекенской 73 можно не дает я тебе рассказал что я с ним в одном купе я ехал из сахтовкара а он первый стел и мы оказались в одном купе саш ты лет сразу в вагон-ресторан Субтитры сделал DimaTorzok